всем привет вы на канале алена nails и я приглашаю вас свой instagram так как там я появляюсь намного чаще делюсь с вами своей жизнью и рассказываю своих рабочих буднях переходите ссылка будет в описании ну а я уже приступаю к своей сегодняшней работе сегодня будем выполнять наращивание делать я это буду с помощью верхних форм и полигеля что мы можем заметить в первую очередь это то что некоторые ногти были содраны поэтому они немного повреждены и но этому тоже есть объяснение также на указательном ногти левой руки вот такой дефект у нас появился я хочу чтобы вы в комментариях написали свое мнение что же это такое а в следующем видео я вам объясню и расскажу что же это вследствие чего-то появилась и отмечу правильные комментарии а вы подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик чтобы не пропускать мои следующие видео и получать уведомления о них кстати хочу извиниться за свой голос и за некое отсутствие видео какое-то время из-за того что я приболела я не выпускала видео но сейчас мне уже полегче поэтому я решила озвучить видео и выложить на канал я стандартно приступаю к подготовке ногтей к покрытию я аккуратно зашлифовываю верхний слой очень аккуратно это делаю не нажимая на ногтевую пластину все что мне нужно сделать это распушить чешуйки ногтевой пластины для хорошей сцепки с будущим покрытием для этого выбирайте мягкие пилочки 240 180 грит убираю длину по максимуму так как при наращивании длина нам совершенно не нужно она может только помешать и вообще натуральный ноготь я сторонник того чтобы убирать отовсюду откуда это можно сделать даже при коррекции при покрытии гель лаком я делаю крепление твердым гелем либо же полигелем и всегда стараюсь выпилить натуральный ноготь если есть возможность это сделать и клиент не хочет укорачивать ногти в ноль приступаю к выполнению маникюра делаю я это как обычно с помощью детской присыпки как-то раз я видела в комментариях что стоит использовать для этого специальный тальк но я хочу сказать что разницы я особо не замечаю возможно в текстуре есть разница самой присыпки но в на деле же мне удобно работать и обычной присыпкой поэтому не вижу смысла в принципе переплачивать и искать специальный тальк так как присыпка меня полностью устраивает ну а вы напишите свое мнение как вам удобнее работать с присыпкой либо же специальным тальком для выполнения маникюра также пока я буду выполнять маникюр хочу поделиться с вами своим отзывом насчет треноги я у вас как-то спрашивала удобно ли с ней работать очень много было от вас отзывов спасибо всем огромное за обратную связь и все-таки я приобрела несмотря на то что положительных отзывов было меньше нежели негативных но я решила попробовать на своем опыте и поняла что в принципе для меня сейчас это самый оптимальный вариант так как педикюр я делаю не часто только своим клиентам и в принципе я решила что для меня этого пока достаточно чтобы не покупать кресло для педикюра так как педикюром я не собираюсь заниматься на постоянной основе я это делаю сейчас только летом и только тем клиентам которые ко мне ходят на ногти моим постоянно конечно она не совсем устойчивая но если у вас как у меня нету смысла или желания покупать себе кресло педикюрное которое стоит немало там от 10 тысяч гривен то в принципе я думаю как альтернативу вы можете это сделать я ставлю обычное кресло которое поднимается компьютерная офисная и вот эту треногу и в принципе этого мне достаточно на данный момент сажусь сама на какую-нибудь маленькую стулочку и в принципе так работаю единственное что если конечно вы делаете педикюр долго то в таком случае ваша спина скажет вам пока а я педикюр делаю быстро там меньше часа примерно и без пяточки конечно же и принципе треноги мне хватает поэтому может кому-то эта информация будет полезна но я тут пока рассказывала вам треноги уже выполняя наращивание с помощью верхних форм здесь был запрос всего лишь добавить длины для того чтобы была какая-то форма и я решила что проще всего это будет сделать с помощью верхних форм и полигеля верхние формы у меня от торговой марки коде а полигель от торговой марки milano молочный или белый даже уже не помню какой точно и он мне очень нравится потому что он мягкие в апеле и легкие в работе немножко добавила длины при этом как вы можете заметить цель моя была лишь добавить длины апекс я не выстраиваю с помощью верхних форм поэтому здесь опила будет очень мало и он был довольно быстрым и не сложным для меня подпиливаю какие-то явно лишние моменты где полигели вылез фрезой длину также убираю фрезой и уже до идеала форму довожу с помощью пилочки кстати такой способ довольно мне сильно нравится потому что не нужно ничего опиливать возле самой кутикулы как обычно это бывает с верхними формами вот эту ступеньку нужно пилить прям возле кожи мне больше нравится верхними формами добавлять длины всего лишь и работать ими от самой середины ногтя остальную архитектуру уже достраивать с помощью твердой базы либо же жидкого геля напишите в комментариях какой способ для работы с верхними формами нравится вам вы полностью ими выполняете всю архитектуру и делаете опил либо же как я делаете лишь часть работы с помощью верхних форм а затем архитектуру добавляете каким-то следующим материалом более жидким который сама выравнивается ну и сегодня у нас довольно популярный не сложный дизайн который сможет выполнить даже новичок за это я его люблю делать его очень просто быстро но при этом смотрится это очень красиво как по мне и это дизайн как ни странно мне до сих пор не надоел берем серебряные блестки сначала я нанесла тонкий слой этих блесток мелких затем я после просушки и решила добавить еще покрупнее немножко шестигранников голографических тоже серебряных и тоже просушиваем в лампе после этого я делаю выравнивание с помощью базы у меня здесь довольно твердая база поэтому я не буду переживать за носку но здесь если у вас базы мягкие только в наличии лучше взять какой-нибудь гель и жесткий и еще фишка этого дизайна это то что блестки как бы скрываются постепенно в молочном оттенке как в данном случае поэтому здесь нужно выполнить довольно плавный переход можно помочь себе тонкой кистью также я буду работать с переворотом руки для того чтобы мой материал успела центроваться и я кистью его подвожу в нужное место и делаю так на всех ноготках здесь плотность базы не совсем сильная поэтому это мне поможет в выполнении дизайна если у вас будет слишком плотный гель и либо же база того конечно же этот дизайн будет смотреться не очень хорошо потому что будет четкий переход от кутикулы а нам нужно добиться более плавного перехода в этом и фишка этого дизайна собственно на этом моя работа подходит концу мне осталось перекрыть ногти глянцевым топом и я буду очень ждать ваших комментариев как вам моя работа понравилась она вам или нет я очень старалась я с ненадолго прощаюсь очень скоро новое интересное видео всем спасибо за просмотр за обратную связь всем пока а Продолжение следует...